Значит, просто никто... Это было в скобочках, а никнейм хуй с горы. Спасибо большое за 260 трубчинских. Мое почтение. Вот вы говорите шуе-шуе, а как вам это? Если без шуток, это яркая демонстрация того, как неординарная идея пробивается в любых условиях. Да, Майсель, знаю тебя чушь, ты все это, но глянь хотя бы ради прикола, можно после здесь само. Давай глянем, не знаю даже что там. Спасибо за лайки, комментарии, подписки. Еще больше спасибо тем, кто заходит на стримы. И самое большое спасибо, конечно же, донатерам. Как говорится, stay home. Давайте посмотрим. Человек смотрит в телескоп на звезды, но забывает о том, что он сам звезда. Казимир Малевич. Так. В 1902 году в Херсоне один молодой человек пошел в театр и услышал, как исполнявший одну из главных ролей Всеволод Мирхольд, выкрикивал со сцены странные слова. Кваракс, брекекекекс. Эти крики потрясли юношу и так запали в душу, что он решил изобрести язык, слова которого не будут иметь определенного значения. Чего? А будут воздействовать на эмоции зрителей только звуком. Но воздействие от этого будет еще сильнее, как бывает от непонятных слов, заговоров и заклинаний. Только через 10 лет, став поэтом, он смог реализовать свою мечту. В январе 1913 года из печати вышла странная маленькая книжечка на золотых страницах с пародийным названием «Помада». Ее выход совершил эстетическую революцию в русской поэзии и ознаменовал рождение заумного языка. Открывала книжечку три стихотворения, перед которыми было странное вступление. Три стихотворения, написанные на собственном языке. От других отличается, слова его не имеют определенного значения. Да, блядь, собственный язык, только грамматика что-то точь-точь русская. Чеми. Особенно прославилось первое стихотворение. Это стихотворение сыграло в поэзии такую же роль, как черный квадрат Казимира Малевича в живописи и стало не менее знаменитым. Бля, типа, это же есть такие стихи, типа, цифрами написанные, типа. Один, шестнадцать, восемь, восемь, четыре, семьдесят один, двенадцать, десять, сорок восемь, пятьсот одиннадцать один. Уже в апреле того же года автор стихотворения, поэт Алексей Елисеевич Крученых, написал декларацию «Слово как таковое», где теоретически обосновал рождение заумного языка. Вот как он объяснил свои словесные эксперименты. Мысль и речь не поспевают за переживанием вдохновенного, поэтому художник волен выражаться не только общим языком понятий, но и личным. Но еще и хуёбщим пиздюком пердятей. Борец индивидуален. Парам, фрум, запилки. Парам, фрум, карам, вопилки. Пум-пу-пум-пум. И языком, не имеющим определенного значения, не застывшим, заумным. Если я чешу в запилке, не беда. В голове моей опилки в дам... Да-да-да. Но хотя-то мы и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пустилки и запилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Слова умирают. Мир вечно юн. Художник увидел мир по-новому. Если я дрочу пипирку, не беда. Ой, бля-ай-ай-бля-ать. Ай, бля-ать. Ай, бля-ать. Так, ладно, хорошо, я понял кое-что. Так, дальше. Как Адам дает всему свои... Как Адам. Имена. Лилия прекрасна. Я пожилой, как Адам. Но безобразно слово Лилия, захватанное, изнасилованное. Поэтому я называю Лилию, и, увы, и первоначальная чистота восстановлена. Как раз какая-то хуйня восстановлена. Через некоторое время Крученых печатно заявил, что в его стихотворении дыр был щил больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина. Это заявление вызвало... Ой, короче, это, бля-ть, тролль-художник очередной. Ну, типа, вот... И даже не так. Вот смотрите, вот есть, скажем так, художники, творцы, да, а есть вот те, кто под них мимикрирует. То есть долбоебы, из-за которых слово художник стало ассоциироваться с долбоебизмом. То есть, грубо говоря, человек, который прибил себе яйца к Красной площади, он тоже называл себя художником, он артист, он сделал арт-перформанс. А по сути он долбоеб, он, бля-ть, яйца прибил себе гвоздем. И также, типа, банан налепить на стену и говорить, что это искусство. Вот это не, ну, это не совсем художники, вот долбоежники их, вот надо как-то так вот называть. То есть, вот то, что вот этот чувак делает, это вот как раз классический долбоежник. То есть, он как бы мимикрирует под артистов. И, ну, опять же, есть, соответственно, чуваки, которые видят в этом во всем глубокий смысл, троллинг какой-то, великое искусство и так далее. То есть, типа, как... Ахахах, найс, он всех затроллил, типа, сказал, что это перформанс. Ну, то есть, вот только... Ну, вы понимаете, да? Или, то есть, тоже как своеобразный троллинг есть в том, чтобы насрать в банку и продать ее, как говно художника. И, соответственно, вот вся вот эта вот история. Ну, а по сути это, конечно, залупа. Это значит, булщит на самом деле это обозначает. Перебой пытались разгадать тайну заумного слова. Эти попытки продолжаются и по сей день. К-а-ре-ку. Сам Крученых говорил, что идею написать стихотворение из совершенно непонятных слов подсказал ему в декабре 12-го года его друг и соратник по литературной борьбе Давид Давидович Бурлюк, которого прозвали Что-то имя у него смешное. Давид Давидович Бурлюк. Отцом русского футуризма. Отцом русского долбахуизма. Даже Крученых вместе с Бурлюком Владимиром Маяковым Крученых с Бурлюком, блядь. Бурлюком Владимиром Хлебниковым подписал эпатажный литературный манифест «Пощечина общественному вкусу», где авторы предлагали сбросить с прохода современности Пушкина, Достоевского и Толстого, отказаться от языка прошлого и изобретать новые слова. Им, называвшим себя футуристами, не столько мешал сам Пушкин, давно умерший, сколько его авторитет, который не давал начинающим поэтам проявлять самостоятельность и искушал их пойти по пути подражания классическим образцам. Футуристы считали, что язык начала 19 века не может выразить стремительный бег современной им жизни. И это было действительно так. Тогда мир вступил в период великих технических открытий, наступила эра электричества, кино, автомобилей и аэроплана. Для выражения динамики современной жизни нужен был новый язык, и Алексей Крученок предложил на запрос времени свой ответ. В своих воспоминаниях Давид Бурлюк так расшифровал в стихотворениях Крученых дырбу щил. По его мнению, это урезанная, усеченная фраза «Дырой будет уродное лицо счастливых олухов». Под счастливыми олухами с уродным лицом он понимал буржуазию. Поэтому с точки зрения Бурлюка стихотворение означало пророчество близкой революции. Но гораздо важнее были его последствия для развития русского языка. Бурлюк считал, что в этом стихотворении Крученок «Я пожилой Бурлюк, да-да-да-да» открыл два радикальных принципа обновления слова. Принцип алфавитации словес и компакт слова, которые с его легкой руки в массовом порядке стали входить в жизнь после революции. Принцип алфавитации или аббревиатуры применен в таких словах, как СССР, СНГ, КГБ. Это Союз Советских Социалистических Республик, Содружество Независимых Государств и Комитет Государственной Безопасности. Происходит огромная экономия чернил при написании и времени при чтении и произнесении этих слов. Правда, возможно, и ляпсусы. Непосвященный может расшифровать СНГ, например, как с Новым Годом. Извините, один вопрос. Что такое К.О.? Надо ОК? К.О. Это камера очистки. Там было написано К.О. Я думал, комната отдыха. А это камера очистки. К.О. К.О. Какой осел? Вот что такое К.О. Дорний Иванович Чуковский, на чье поэтическое творчество для детей крученых оказал сильное влияние, писал в те годы. Крученых – это наша эпоха. Если бы провалились мы все, а остался бы один только он, наша эра до ниточки сбереглась бы для грядущих веков. Как в конце XVI века в Елизаветинской Англии не мог не возникнуть Шекспир, так в Москве в начале XX века не мог не появиться Крученых. Когда Корней Чуковский написал сказку «Мой да дыр», к нему прибежал Крученых и обвинил его в плагиате. Он закричал ему «Вы украли у меня дыр! Так кто же такой Алексей Крученых?» Чё, блядь? Вот же петух какой-то. Написал какое-то говно сраное и доебался до чувака, который сделал «Мой да дыр». Дыр, бля. У тебя вот только дыра и есть в очке, которая у тебя есть. Долбоёб этот Крученых. Вот он кто, блядь. «Откуда он взялся? Почему его творчеству в западном литературоведении посвящены сотне работ? А у нас его мало кто знает. А ведь его можно назвать русским Сальвадором Далин от поэзии». Его можно назвать петухом просто, работа с сыном еще. Алексей Елисеевич Крученых родился под Херсоном в крестьянской семье. В возрасте 16 лет он поступил в Одесское художественное училище, которое окончил звание учителя рисования. Вернувшись в Херсон, он устроился преподавать рисование в местную гимназию. Вскоре в Херсонской газете появился филетон, откровенно направленный на дискредитацию нового учителя в глазах общественности. В нем говорилось, что Крученых стал тяготиться званием учителя... Сейчас, прошу прошения. Да, ребята, мне звонили бургеры, я хотел заказать, а их не возят уже, короче, ко мне. Только завтра. Эх, ну ладно, блядь, дальше чем. И решил перейти в поэты. Сам старается говорить рифмами и своих учеников заставляет делать то же. А при встрече просит приветствовать его необычными словами, а фразой «Откуда умные обредете вы голова?». Такой метод преподавания пришелся не по вкусу администрации школы. И Крученых пришлось искать другой вид заработка. Тогда он, обидевшись на весь город, начинает рисовать шаржи и карикатуры на самых известных горожан Херсона. Сначала он издал их в виде открыток, которые были мгновенно раскуплены. А потом выпустил два литографированных альбома «Весь Херсон в шаржах и карикатурах». Альбомы и открытки были настолько популярны... Чури, пристаешь ты? Окей, я занятой. ...что в продаже стали появляться пиратские экземпляры. Фига. Два года Крученых держал в страхе... Вот, кстати, рисует он нормально. ...некоторые депутаты городской думы даже боялись выходить из своих домов, опасаясь попасть в серию карикатур Крученых. Один очень влиятельный херсон... Вот, рисовал бы свои шаржи и хуйню бы не нес. ...котого Крученых зло высмеял в своем шарже, откровенно угрожал художнику его избить, а потом и убить. На всякий случай Крученых покинул родной город и уехал в Москву. Там он познакомился с авангардными художниками Михаилом Лорионовым и Натальей Гончаровой, которым предложил издать их картины в виде открыток своим взлюбленным литографским способом. Художники согласились и в знак благодарности бесплатно оформили своими рисунками первые три поэтических сборника Крученых. Дебютная книга Алексея Крученых «Старинная любовь» в оформлении Лорионова стала событием в истории книгоиздания и вышла летом 1912 года, когда Крученых снимал под Москвой одну дачу с Владимиром Маяковским. Ее выход можно считать датой рождения такого явления в искусстве, как русская футуристическая книга. Принципиальное отличие от других книг того времени и даже от книг итальянских футуристов было в том, что тексты в них не печатались, а рисовались от руки, а размножались они литографским, гектографическим или стеклографическим способами. Алексей Крученых, понимая ценность рукописи, стал единственным поэтом в истории, который все свои книги сделал сам. Книг у него было больше, чем у всех мировых поэтов. 140 поэтических сборников. Такое количество книг было предметом его гордости, поэтому свои издания он нумеровал. Лучшим художником, он говорит, из своего времени он позволял выставляться в своих книгах. Их иллюстрировали Лорионов, Гончарова, Малевич, Татлин, Розного, Родченко, Кульбин и многие другие. Но вернемся к заумному языку. Идею заума горячо поддержал друг и соавтора Алексея Крученых, гениальный поэт Велимир Хлебников. Осенью 13-го года они составили совместную декларацию, где изложили несколько новых идей. Первой идеей была теория мгновенного творчества. Она гласила, что писать надо быстро, не задумываясь, если мы хотим дать возможность высказаться нашему бессознательному. Впоследствии сюрреалисты подхватили эту идею и назвали ее автоматическим письмом. Второй идеей, которую изложили Крученых и Хлебников, была идея передавать настроение и чувство... Половину мы посмотрели, ребят. ...поэта через почерк. Они писали. Почерк, своеобразно измененный настроением, передает это настроение читателям, независимо от слов. Третьей идеей заумного манифеста была идея звуковой фактуры. Они описали ее так. Чтоб писалось туго и читалось туго, неудобнее смазных сапог или грузовика в гостиной. Лучше всего можно понять звуковую фактуру, прослушав чтение самим Крученых своего стихотворения «Смерть графа». Где-то холод заговора, где-то вяжут... Где-то орет в ведро. Ты в дубе дырку делят потолочно, хорят... Блядь, как меня бесит вот такое вот декларирование стихов, еще с хуевой записью. Это вот просто и в советских фильмах такое, типа. Просто... Бля, вы че, ебанутые там все были, что ли, или че, блядь? Просто прям... Ой, сука, ненавижу прям такое. Просто ненавижу. Как будто, блядь, противная псина увидела козла, я не знаю, для кем. Черпеть прям не могу, просто омерзительно, блядь. Ненавижу. Да понятно, что запись древняя. Смысл в самой манере вот так прочитывать стихи, блядь. Просто хуйня. Прям вот слушаю и бесит, блядь. Блядь, и ведь за это тёлки давали. Охуеть. Удовая! Сквозь заборы и щели, Зелено-двигалы, Пальюшки, Средо-средников, Ох, браво! Ещё раньше Кручёных придумал принцип, который известный филолог Роман Якобсон назвал принципом относительности слова или повествования. А Кручёных назвал мир с конца. Это принцип рассказа истории с любого места, который берётся за точку отсчёта. Если это место финал, то рассказ ведётся от конца к началу и получается мир с конца. Из этой мысли вытекает идея Из конца у Леоса ещё кое-что вытекает иногда. Палиндрома или переверкни, как его называл Хлебников. То есть такой стихотворной строчки, которая читается одинаково и в прямом, и в обратном направлении. Например, Мухи и их ум или Тени нет или А Роза упала на лапу Азора. Всеми этими приёмами достигается наибольшая выразительность стиха. У Кручёных любимым согласным был звук З, а гласным И. Лучше сказать Операция. Операция. Почему Эй? Почему Эй? Чтобы никто не догадался. Русскому авангарду была свойственна экспансия в другие виды искусств. В декабре 13-го года в Петербурге состоялись две премьеры первой. Нет, я не против промышленного производства в плане творчества. Просто он производил прям полный кал. Первого в мире футуристического театра. Трагедия Владимир Маяковский в исполнении автора и опера «Победа» Да, да, да. Ну, есть такие штуки, я знаю. «Солнцем» Алексея Кручёных. Авангардную музыку к этой странной опере написал Михаил Матюшин за умный стихотворный пролог Веремир Хлебников, а декорации и костюмы придумал Казимир Малевич. Это был самый радикальный спектакль мирового театрального авангарда. Кто-то называет его первой в мире рок-оперой, кто-то первым дадаистским спектаклем. Мазимир Калевич. Сам Кручёных гордился, что его опера чуть ли не единственная в мире, где нет ни одной женской роли. Он верил в наступление новой, мужественной эпохи и считал, что в русском языке останется в будущем один мужской род. Пидорас. Особенно сильно мужское начало в языке выражают согласные. У вас есть уникальная возможность услышать стихотворение из одних согласных из оперы «Победа над солнцем» в исполнении Кручёных. Это... Как бы так вот это вот описать? Говнографомания. Типа, блядь, у него идея не в том, чтобы была идея в стихе, а в том, что бля, сделаю только из гласных, типа, стих. Сделаю только из согласных. Сделаю, блядь, из выдуманных слов. Сделаю, чтобы было буква «З» в каждой строчке, типа. Ну, то есть просто, ну, реально... Ну, блядь, долбоёб, короче, а не поэт. То есть это не так делается, типа, что стих... Как придумать стих? Такой, типа... Ебать я этот, нахуй, кручёных, блядь. Чем я вам не кручёных? Или, типа... Кашечепцепцептэхэшээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Не, а он на полном серьёзе. Вот что говорил Алексей Кручёных об этом удивительном спектакле. Удивительном спектакле. Слушай, кстати, сообщу, что тот же враждебный директор КГД... Ой, блядь, ещё и супрематизм приехал. Ну, понятно, конченый долбоёв. Зачем? Кто это орёт так? Вот почему было... На самом деле, в советское время единственное, чем было бы хорошо... Просто я слегка тугоух, и я как бы люблю, когда люди говорят чётко-внятные, чётко-внятные речи, потому что я просто хуёво слышу. Сейчас у всех принято говорить там чё-то типа, ну, тихонечко. Чё, блядь, чё-то как-то вот не помню там чё-то там. Какие дела у тебя, чувак? Нормально, у меня всё хорошо, я сейчас приеду, блядь. Себя так говорят, я хуй просыщу, чё говорят. Вот. Но эти же, блядь, просто я сейчас дверь... Я, блядь, зашёл насрать подъезд, и тут вижу, что что-то там соседний дом. Это бы... Блядь, они причём, походу, прям разговаривали так. Товарищ хуярищ, пойдём с тобой мы на завод. Прихожу с завода и вижу в своём подъезде насрал Алекс Найтмэрский. Считается, что эти спектакли стали кульминацией в истории русского футуризма. Ведь именно на спектакле «Победа над солнцем» в оформлении одной из сцен Малевич использовал свой знаменитый впоследствии чёрный квадрат на белом фоне. Мазимир Калевич. В эфире 16-го года Кручёных публикует альбом «Вселенская война» с собственными абстрактными коллажами из цветов. Сегодня мне, кстати, надонатили на три урока по какому-то музлу. Не обещали? Ну, если за донат, то да. Если нет, то, ну, может, если будет... ...бумаги. Это был первый опыт применения абстрактных иллюстраций в книжной графике. В предисловии он писал. «Заумный язык, первым представителем которого я являюсь, подаёт руку заумные живописи». Во время Первой мировой войны Кручёных волею судеб оказался на Кавказе, где служил чертёжником на строительстве военной железной дороги недалеко от Тифлиса. На Кавказе Кручёных активно разрабатывал теорию и практику супрематической зауми. Главное у ней – это установка на звук. Супрематизм, правильно я сказал. Буква – не столько знак для передачи мыслей, сколько знак для обозначения звука. Поэту надо меньше думать, а больше слушать. Стихи оживают только в момент произнесения вслух, а буквы должны лишь служить звуковыми нотами, которые будут... Короче, долбоёб придумал говно для долбоёбов. Вот, как бы, что я в этом во всём вижу. И сказал, что это творчество, искусство, и что в этом есть глубокий смысл, и что, типа, быдло это всё не выкупит, а вот, блядь, элитка поймёт, что в этом во всём есть просто... Вот в каждом, блядь, высранном просто звуке, в каждом бреде, блядь, ебанутого, сумасшедшего, есть реально какой-то смысл. По такому же принципу хитрожопый еврей Лурид продал альбом, ну, несколько десятков тысяч копий он точно продал, где он просто, блядь, занимался хуйнёй с гитарой. То есть он просто, блядь, целый час зудел, грубо говоря. То есть там... И этот альбом считается, по-моему, типа, вот, про отец, там, про родитель, но из рока. Люди сдавали этот альбом обратно в магазины, думая, что это, блядь, бракованный диск, потому что там, сука, зуд какой-то, и дресня вместо музыки. То есть... Я ко всему вот такому искусству отношусь как к... либо как троллингу, либо как... Соответственно... Бывает, что чувак пользуется хайпом и, соответственно, просто фармит бабло, то есть делая говно для долбоёбов. Либо он осознанно делает говно для долбоёбов, но просто он тогда не имеет никакой ценности и не вижу никакого смысла описывать, ну, как-то, не знаю, придавать таким людям значение высокое и так далее. И как-то им аплодировать. Либо, соответственно, он сам ебанутый, вот, и делая... То есть он искренне любит своё говно для долбоёбов, при этом эти долбоёбы ведутся на этот вот весь пиздец. Я думаю так. Нирвана тоже гудела. Нет, Нирвана не гудела 60 минут из 60. Нирвана добавляла классный элемент Нойзовой в своей треке, да, то есть который действительно там... Или под конец выступления, то есть вот это вот что-то поделать. И опять же, это всё было очень здорово и уместно. А там просто зу тональный, то есть ты можешь послушать просто. Лурид, я забыл, как это называется. У него этот альбом, я помню, что он из четырёх песен состоял. Вот. Как же он, блядь, назывался? Сейчас, 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 сейчас. Ну, как-то... По-моему, это был Лурид всё-таки. Сейчас, короче, я поищу и подскажу. Альбом 75-го года называется Metal Machine Music. Это его пятый альбом. Да, то есть 64 минуты, и там вот песни, их, соответственно, 4 штуки примерно по 15 минут. Я, ну... Возможно, мне всё равно прилетит авторское право, но я... Какой-нибудь кусочек, какой-нибудь... Другой кусочек. Ещё какой-нибудь кусочек. Говно для долбоёбов, чувак. Надо вырвать слово из строки и дать ему новое направление. Именно из этих идей рождается визуальная поэзия и саунд-поэзия, которые сегодня очень популярны. То есть чувак просто, ну, придумал способ, короче, как маяться хуйнёй и при этом, грубо говоря, не быть тунеядцем. Отсюда их интерес к кручёных, как к отцу-основателю. В Грузии кручёных много экспериментировал с расположением букв на странице. Свои опыты он помещал в маленьких книжечках, которые выпускал раз в неделю, тиражом 10 экземпляров и рассылал своим друзьям. Сейчас эти книжечки хранятся в лучших музеях современного искусства мира. На Кавказе кручёных продолжал развивать заумный язык. Заум нужна, когда теряют рассудок, ненависть, ревность, буйство или когда не нуждаются в нём. Религиозный экстаз, любовь. Росклицание, междометие, мурлыкание. Припевы, детский лепет, прозвище и ласкательные имена. Долба, 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 ёб, долба, ёб, долба, ёб. Дядя Муля, купи тебе водички. Муля, купи девочке воды с сиропом. Ляречка, я тебя прошу, вернёмся назад. Отведём девочку в милицию. Муля, не нервируй меня. Кручёных часто бывал в Тифлисе, где близко подружился со старейшим футуристом Ильёй Сданевичем. Там у него появился ученик по заумной поэзии Игорь Терентьев, в будущем выдающийся театральный режиссёр. Да, приветствую, Москва, Михаил Снайд. В троём они организовали новую футуристическую группу поэтов «Сорок один градус». Название группы обыгрывало ассоциации. На один градус крепче водки и на один градус меньше летального исхода. Имелось и более бытовое оправдание. «Сорок один градус» — это географическая широта Тифлиса. «Компания утверждала зауми как обязательную форму воплощения». Почему ты только по ночам стримишь? Да я... Почему? Я стримлю сейчас с вечера, где-то с шести, семи, восьми, наверное. Может, с девяти вечера. Ну, просто стрим уходит в ночь в итоге. Вот. «Искусство». «На новом этапе развития зауми Крученых отнес туда диалектизмы, архаизмы и иностранные слова. Действительно, если понимать заум как нечто непонятное, то для нас любой иностранный язык — заумный. Они совершенно не говорят по-русски. Но все понимают. Бардовары! Курзал! Что он говорит? Он говорит, приятного аппетита. Кушайте, кушайте. Спасибо большое. Спасибо. В 1921 году по приглашению Маяковского Крученых вернулся в Москву и в дальнейшем присоединился к Левому фронту, объединенной группе русских авангардистов, возглавляемой Маяковским и выпускавшей авангардный журнал «Лев». Во приезде Крученых устроил в политехническом музее сольный поэтический концерт, имевший шумный успех. Для слушателей предварительную экскурсию по Крученыху провел Маяковский. Далее Крученых обратил свое внимание на жаргон и написал четыре фонетических романа на языке уголовных преступников, то есть почти по фене. Таким образом, поэт ввел в русскую литературу новый жанр, имеющий многочисленных продолжателей. Вскоре Крученых понял, что на одной зауме нельзя писать целые произведения. Гораздо выгоднее вводить элементы зауме в обыкновенный литературный язык. Он говорил, «Заумная поэзия – хорошая вещь, но это как горчица. Одной горчицей сыт не будешь». В качестве приправы заумный язык в 20-е годы стали использовать писатели всех направлений, что позволило Крученых заявить об окончательной победе зауме. Вот именно, блин, что беда это, а не победа. «Недаром я назвал нашу яхту «Победа». «Эй, на беде!» Однако наступили другие времена. Крученых так и не смог приспособиться к новым сетям. «Теледва» с корпоративным тарифом месяц. Мне её дали у метро. В чём подвох может быть? «Теледва» с корпоративным тарифом месяц. Не знаю, наверное, скупили оптом и... Раздают. Ну, а смотря, кто раздавал ещё просто. Если дали бесплатно. Ну, а кто оплачивает-то в итоге? Даже самому интересно. Не знаю, не знаю. Странно. «Социальным условием...» Да, ну, кстати, охуенный мультик про Врунгле, действительно. «И писать стихи на заказ». «Как когда-то говорил сам Крученых, меня держат три Китая и не дадут пропасть». А какой новый режим в Хардстоуне? Я впервые слышу. «Иду Хлебникова, Маяковского и Малевича». Хлебников умер от голода в 1922 году в возрасте 37 лет. Маяковский застрелился в 30-м, тоже в возрасте 37 лет. И Крученых почувствовал, что почва уходит у него из-под ног. После смерти Маяковского вышли две его последние книги. «Ирониада» и «Рубиниада». Но после того, как в сентябре 30-го года был арестован Малевич, Крученых вошел в долгую полосу молчания, которая длилась 37 лет до самой его смерти. Пик славы Алексея Крученых пришелся на 10-е и 20-е годы 20-го века. Созданный им за умный язык удоражил умы литераторов почти два десятилетия. Одни пытались раскрыть тайну его за уме, расшифровать за умные слова. Другие откровенно глумились над Крученых, называя его фонетические эксперименты «откровенной глупостью». С 30-го года дискуссии прекратились. Много списти потом номер мой. Блин, ну... Я думаю, если ты будешь оплачивать, то вряд ли. Ну, хотя может быть. А Крученых был фактически выброшен из русской литературы. Ну, пока есть за 300 рублей, почему бы и нет. И пережил сталинские чистки только потому, что перестал печататься и изображал из себя юродивой русской литературы. Последнее стихотворение, которое он прочитал в жизни, был проклятый поэт. В рукописный период своего творчества он становится королем сам из дата и собирает автографы известных писателей-поэтов. Огромная часть фондов Государственного архива литературы и искусства, Государственного литературного музея, Государственного музея Владимира Маяковского собраны его руками. Целые направления мировой поэзии, визуальная поэзия и саунд-поэзия считают его своим родоначальником. А самую правильную расшифровку его заумного стихотворения «Дыр булщил» дал его друг Игорь Терентьев. Он сказал, что «Дыр булщил» — это дыра в будущее. Господи, какой идиотизм. Просто вот каким можно было дебилизмом заниматься и иметь последователей? Вы вдумайтесь, чуваки. Просто насколько ебанутую хуйню. Вот взять буквы, сопоставлять их просто в каком-то, как тебе кажется, красивом порядке и говорить, что ты как бы вот как бы дизайнер слов, можно сказать, да? То есть ты вот выбиральщик звуков. Ты вот такой вот сидишь, прям реально такой. И вот прям вот такой ты сидишь и выбираешь. И вот это вот последовательность там Я придумал стих. И такие чуваки, ебать, вот это ты придумал. Ебать. Прям звуковой дизайнер, чувак. Как узнать, есть ли очередь на видео? Спросите в чате. Больше пока я никакого способа не придумал. Ну вот мы сейчас досматриваем вот этот видос и это все. Короче, да, вот человек, кто задонатил, который просто никто, в общем, он же хуй из горы. Ну, я не знаю, какой ты от меня ожидал реакции, но я это совершенно не понял. Единственное, чем я восхищаюсь, это тем, насколько просто абсурдной, абсосной хуйней можно было заниматься. И удивительно, что чувак в совке даже умудрился настолько наебать систему. Ну вот и, блядь, просто, блядь, ебанатствовать и быть кому-то нужным. Просто, блядь, вообще лютая хуйня. Собственно, вот так. Спасибо за просмотр. Видос заканчиваем и стрим продолжаем.